Лето, жара, и в этом явно чего-то не хватает. Последний обзор на канале появлялся еще в весеннем сезоне. Ну, что ж. Непризнанная школа владыка демонов, сильнейший владыка демонов в истории поступает в академию, переродившись своим потомком. Понятно. Это, конечно, не то, чего я ожидал, но при виде этого и этого у меня появилось непреодолимое желание погрузиться в этот дивный мир банальщины и предсказуемой Бердодичи, ведь я довольно давно не окунался в этот тупой мир прекрасных сюжетов, что почему бы, собственно, и нет. Прекрасные сюжеты? Их тут нет. События происходят в школе под приправками фэнтези мира, и тут нет этчи жанра? Это ж как так получается, что мы дожили до времен школьных тайтлов без вот этих вот всех прелестей? Главный герой? Школа? Блин. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Такого, чего конкретно кто-то из вас не знает о тайтле, ведь, по сути, это в какой-то степени тактично давать столь идиотские названия аниме. А... Нет. Пожалуй, я знаю, с чего начать. С фэнтези мира, который нам не показывают абсолютно. Вот мы видим школу, и по луру вселенной в этом мире некогда существовал очень сильный владыка тьмы, который в один момент помер и должен был переродиться через пару тысяч лет. По-вашему, владыка тьмы должен выглядеть вот так? Или так? Забейте, ведь у нас есть миловидный кунец, которому отроду один месяц. И это не шутка. Вместо этой даркфэнтези локации, тайтл нам дает лишь одну школу, в которой учащиеся имеются не для того, чтобы учить там всякую некромантию или магию тьмы, либо еще что-то в этом духе, не-а. Чуваки там сидят и пытаются понять, кто из учеников и есть тот самый перерожденный владыка тьмы. Притом их довольно немало. Что же насчет предметов, спросите вы меня? Я скажу, что школа представляет из себя в какой-то степени ту самую, что вы ожидаете увидеть в духе обучения всякой магии и объяснения той дряне, что тут происходит. Это все в какой-то степени есть, но лор объясняется лишь сюжетом, а различная магия, которая тут присутствует, появляется. Такое ощущение, будто автор выдумывал название на ходу. Гайс. Гайс. Вы думаете, это я такое стал, типа, в тренде называть вас не людьми, не няковаями и прочими всякими выражениями, агайсами. Нет, блядь, это название магии. Анус Вальдегот. Тот самый переродившийся владыка тьмы, обладающий неимоверной силой, что на самом деле с первых шинговин не цепляет. И нет, моя тяга к брутальным персонажам тут ни при чем, ведь по логике вещей владыку тьмы показывают не под видом какого-то хрена с горы, который пришел в школу обучаться хрен по-вечему, а действительно сильным представителем себя. И казалось бы, что дальше должен начаться этакий оверлорд, но нет, ведь главного героя не председают за владыку тьмы, ведь об этом говорит долбанное название тайтла. Демонстрация силы достойна похвалы, ведь каждый такой момент вызывает действительно жесткие эмоции, и все эти сцены бесспорно выглядят максимально дерзко и мощно, однако, знаете, есть парочка деталей, которые за просмотр высших серий так и не проясняют, а я сам не понял. Появляется значит гг и говорит всем налево и направо, что я владыка тьмы. Демонстрирует просто какую-то в края неадекватную силу, все-таки удивляют, вот типа нихрена себе, и после говорят, что типа не а. Ты того. Лох какой-то. Что, блять? Что же по мотивации? Это вызывается забей. Сюжет течет сам по себе, абсолютно не объясняя к чему стремится главный герой. То есть да, события принимают тот или иной смысл, но они не дают и намека на то, что в принципе хочет Анос. Если условно Наруто хотел стать Хакаги, Луфи королем пиратов, то Анос как владыка тьмы вернулся в свой мир и все ему говорят, что он не владыка тьмы и он такой, а ок. И дальше начинаются просто какие-то побочные события, в которых он курирует и в них вроде наблюдается какой-то смысл, но суть всего тайтла так и остается совсем не ясной. И того нас забрасывают в школу, куда попадает тот самый перерожденный владыка тьмы, и события появляются исходя из того, с какими персонажами он контактирует и каким образом завершается их диалог. Конечно задумка остается неизвестной. При этом наблюдать за всем этим интересно, поскольку сам концепт у тайтла не совсем обычный, плюс персонажи в своей мере интересны. Однако иногда происходит просто перегиб палки и главного героя тут слишком перебруталивают в тех или иных событиях. А еще в аниме есть наш старый добрый друг, винуемый себя 3D графикой. От которого глаза внезапно и тянет блевать кровавыми слезами, поскольку появляется она тут не сказать что часто, да и сделана на в принципе достойном уровне. Сюжет в целом одним словом тупой. Серьезно, некоторые повороты событий очень внезапные, вызывая чувство вау и восторга, от них действительно появляется резкое чувство восхищения. Однако пытаясь осознать логику действий некоторых персонажей, и сопоставив все произошедшее, начинают возникать мысли «Мне что-то подсказывает, что нас наебали». Мы имеем двух главных героинь, тех самых, что изображены на обложке аниме. И да, они тоже играют немаловажную роль в тайтле. Саша и Миша. Обе сестры. С Мишей Гага сталкивается в самом начале аниме. Из себя персонаж представляет архетипичную Моэ, в то же время по другую сторону мы видим Сашу, эдакую Цундеры и в принципе очень чсвшную вредную героиню, которая ненавидит Мишу по своим обстоятельствам. Раскрывать я вам подробности не стану. Окончание дает, ну, очень классное объяснение всей ненависти. Вы, уверяю, даже представить себе не сможете, какова причина такого отношения. Однако те события, которые ведут к выяснению обстоятельств, настолько нахуй нелогичны, что можно просто оффнуть себе мозг. Саша вообще в принципе это олицетворение того, что дает осознать, насколько поры бывают интересных событий от нелогичности, но при этом и насколько это способно взрать к черту разум. Подобно Цундере Тиану, она конечно же не ладит с главным героем, и практически в каждом моменте выдает какие-то колкости по отношению к нему. В той же серии, что нам ее показывают, происходит… вот, казалось бы… да. Очень классно и прямолинейно, да, да вы просто послушайте, чем она пытается оправдать свой поступок. Это дружеский поцелуй. Просто в благодарность. Это дружеский поцелуй. Дружеский поцелуй в каких реалиях? В реалиях друзья для секса это нормально? Что? Но тут же нет Эчи. Ладно-ладно, это не Эчи, а то опять в комментариях доебутся, что вообще-то Эчи это когда на какой-то части тела фокусирует все внимание и да-да-да, окей. А еще им, блять, 15. Хотя бы 13 плюс тайтлу не выдали. И тем не менее, чем хотел бы подытожить вот это все творение, хочу назвать, но отсутствие логики в тайтле просто не дает это сделать, однако все же в аниме есть за что зацепиться, ведь события тут достаточно интересны, хоть и в них отсутствует логика. Все же они способны приковать к себе внимание, поскольку порой некоторые сцены имеют совсем прям непредсказуемый исход событий. До кучи это приправлено очень брутальным героем, который под проработанный визуал то и дело норовит продемонстрировать свою мощь. Также события способны дать сильный эмоциональный эффект силу либо Аноса, либо внезапной концовкой. Очень эффектно, динамично, стильно, с интересными героями и необычной задумкой, но временами отсутствующей логикой, одной локацией, без подробного объяснения лора и ясности конечной цели. Конкретно на этом этапе встает вопрос, а стоит ли оно потраченного времени? И, наверное, должен сказать, что стоит, так как что для новичков в аниме, только-только познающим этот дивный мир, что бывал он Хики Камори атаку за свои вайфу тайтл, способен выдать нечто новое и необычное. Естественно, не без огрехов, о которых я прочитаю уже на протяжении обзора, однако при этом вся совокупность минимизирует клише. Эпичный экшен в стиле какого-нибудь Думгая в главных героях и двоих шипшиптян вместо привычного тупого Яша, вечно падающего в грудь героини и стесняющегося даже своего отражения. Независимо от того, что тайтл из разряда ней не слышал по большей своей степени, всё же, думаю, сможет выделиться как минимум среди своей массы в тех же жанрах, что и составляет САН.